Приветствую вас, и ревность – это всегда, всегда, всегда страх одиночества. Если ваш мужчина ревнует, он боится одиночества. Кроме того, это проявление формы эгоизма. То есть, если мужчина вас ревнует, значит, он хочет, чтобы вы были, например, только с ним, а если он хочет, чтобы вы были только с ним, ну, соответственно, это эгоизм. То есть, всё внимание ваше только ему, другие там вообще не имеют абсолютно никакого права на ваше внимание, ну и так далее. Далее, почти всегда, уже теперь почти всегда, ревность – это неуверенность в себе. Мужчина ревнует, потому что сомневается в том, насколько он привлекательный. Мужчина ревнует, потому что сомневается в том, насколько он для вас важен. Мужчина ревнует, потому что сомневается в своей мужественности, в своих силах, в своих возможностях, в своих качествах. И вместо того, чтобы работать над собой, вместо того, чтобы делать что-то для, например, того, чтобы быть лучше, вместо личностного роста, грубо говоря, человек выбирает, ну, он, собственно, ревноват. И это печальный факт, потому что свидетельствует на том, что мужчина, по большому счёту, не готов над собой работать. Мужчина не готов что-то делать для того, чтобы, например, становиться лучше, чтобы быть более мужественным, чтобы более надёжно вы чувствовали себя с ним и так далее. Вот это и есть то, о чём вы говорите. Это и есть объяснение, ну, по крайней мере, психологическое объяснение ревности, которое испытывает ваш муж. То есть ревность никогда не приходит просто так. У ревности всегда есть причины, ревность всегда имеет основания. И, соответственно, можно говорить о том, что мужчина, который ревнует, это человек с определённым количеством проблем, скажем так. И проблемы мужчины не решатся, как вам правильно сказали мои коллеги. Проблема мужчины не решатся, если он с этим сам не будет ничего делать. Это тоже очень важная задача. Ревнивый мужчина почти всегда склонен к агрессии. Ревнивый мужчина почти всегда склонен подавлять, потому что ревнивый мужчина не чувствует себя в безопасности. Ревнивый мужчина всегда сомневается в себе. И, как известно, ну, как вы, наверное, догадываетесь, ревность здесь, а точнее борьба с ревностью здесь, значит, проявляется так, что человек пытается полностью подавить вас, ну или женщину, с которой он в отношениях, он её полностью подавляет и тем самым пытается обезопасить себя. Получается ли это у него? Получается ли у него обезопасить себя таким образом? Ответ на вопрос, конечно, будет отрицательный. Отрицательный не получается, потому что это невозможно, потому что подобным образом нельзя ничего добиться, то есть нельзя полным контролем другого человека нас же добиться, достичь того, что человек перестанет ревновать. Вот он так и будет это делать, и это, к сожалению, нормально, поэтому тут необходимо озаботиться главным. Значит, первое, либо вы стремитесь обезопасить себя, да, то есть как вот, вы, например, дому стараетесь донести, что вам эта ситуация неприятна, что он вас ревнует, ну, скорее всего, вы это уже доносили, но тем не менее. И либо вы стремитесь его к тому, чтобы он что-то делал, да, с собой, то есть чтобы он как-то работал. Ну, работал, работал, значит, с собой, да, вот, а либо вы от него уходите. То есть тут по большому счёту нет больше никаких вариантов. Вам нужно в любом случае, в любом случае, простимулировать человека на то, чтобы он сдвинулся с мёртвой точки, а сдвинулся, значит, с того, как он не может быть. Адаптирует его положением удобного для него, которое у него сейчас, и начал предпринимать какие-то шаги для того, чтобы ситуацию свою разрешить. Сделать её более, ну, скажем так, адаптивной по отношению к вам. Если этого не произойдёт, то можно в таком случае говорить о невозможности дальнейшего проживания с этим человеком. Ну, и тут уже по большому счёту вам решать, будете ли вы и дальше с ним вместе, или вы там не будете с ним вместе. Но, предупреждаю сразу, что если вы будете с ним вместе, то человек будет стремиться вас подавить. А это значит, что унизить, обесценить и так далее. Для него это важно. Для человека это важно. Понимаете? На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, вы можете написать мне их в личку. Пишите, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok